Добрый день, друзья и недруги! Три года назад, 5 июля 2021 года, остановилось сердце великого нашего диссера российского и советского Владимира Меньшова. Я оставлю несколько фрагментов наших бесед. Одно из них он меня поразил совершенно, сказав, что ему фактически не дают деньги на то, чтобы снять фильм его учитель. И это было особенно удивительно, потому что в то же время, когда ему не давали денег, Кириллу Серебренникову тому-то, отваливали миллионы, просто на его самые разные проекты. И мы с ним, с Меньшовым об этом после эфира тоже поговорили. Он сказать, что был огорчен, это вообще ничего не сказать. И очень жаль, что он так и не снял вот тот самый фильм, который хотел. Здесь два вопроса сразу у меня возникнут. Первый. Хотите ли вы снять и будете ли снимать кино тогда в этом периоде? Тогда если вы считаете, что жизнь в стране она вот до 85-го и после 85-го, то имеется в виду, что ведь очень сильно изменилось и отношение ко всему, не только кинематографу жизни, да, у наших соотечественников. Про это не хочется снять кино? Срезвычайно хочется, но я думаю, что не я один так считаю, что жизнь была до 85-го. Ну и по крайней мере, если угодно, с 91-го уж точно она другая. Мы просто выбрали другой экономический уклад, мы выбрали возвращение в лоно европейской цивилизации, куда как мы не пытаемся увлечься в это лоно, нас все время поднимают и шпыняют. Но жизнь переменилась настолько кардинально, и это связано с такими переломами судеб, что не может быть, чтобы это не нашло отражение в искусстве серьезном. Это ждет еще своего большого романа, своей войны и мира и своего фильма, не знаю, что раньше появится. То есть это так вот будет тогда, я так понимаю, что это будет главный фильм Меньшова? Мой? Конечно. Если только его удастся родить, да. А что может помешать? О, много. Предыдущий фильм мне просто денег не дали. А предыдущий это про какой? Не хватило. У меня был замысел «Салонная драма», я снял этот фильм, снял 30 минут из этого фильма, вполне достойный, которые могли быть визитной карточкой будущего фильма, или, по крайней мере, как трейлером. Я носил его во все организации и в телевизионные тоже, в расчете, что дадут. Ну, красивый же уже там все, и музыка, и костюмы, и актеры, все было заявлено в этом кусочке. И режиссер вроде не последний. Да, уж прямо скажем. Нет, не нашел понимания. И так этот фильм угас. А что за фильм, про какой фильм мы говорим? Он назывался тогда, рабочее название было «Салонная драма». Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». А Москва, она, конечно, в первых всегда. Ну, смотрите, вы так сказали про развитие феминизма, при том, что вы являетесь ролевой моделью для женщин, которые хотят, ну, хотя бы, скажем, не быть, но выглядеть независимым. Вы ведь очень такое всегда были, ну, недаром же вас, супруг назывался, человек по имени, это очень независимо. Вы же даже отказались, собственно, если о том же фильме мы говорим, о котором я собирался не говорить. Вам сценарий «Москва слезам не верит» не понравился изначально? Да, не понравился. И ваш супруг этот сценарий дорабатывал? Он дорабатывал, он с вами советовался или нет? Нет, точно нет. Нет, то есть, не до такой степени. Нет, когда спрашивают, а вот как, собственно говоря, нам удалось сохранить какие-то отношения так долго, я говорю, это очень важно, никогда не лезть в дело, человек, который рядом. Он никогда, если я не прошу совета, не советовал мне, что делать в театре, я никогда в жизни не знала, что он делает в своей профессии, так же, когда Юля начала работать на телевидении, у нас даже было не два медведя, а три в одной берлоге, тоже никогда мы не советовали ничего абсолютно, если совета не просят, не стоит их давать. А это его работа, как это я вдруг буду говорить? Нет. Он знал меня лучше, чем другие, считал, что я, наверное, сыграю... То есть, как актрису вы имеете сейчас науше? Нет, как человека, конечно. Потому что это, в общем, вещи неразделимые. Это неразделимые вещи. Не может быть так, что я тут вот такая, а потом в жизни я ухожу со сцены, и я другая. Нет, у нас нет же, я всегда много раз говорила, это уже, наверное, скучно, ни Мацуева, ни скрипки, ничего. Значит, вот то, что есть, то и есть. Ну, ваш инструмент, он понятный какой-то. Ну, вот, поэтому я иду человеческий инструмент. Мой тоже имеет значение. Поэтому, значит, то он меня знал как человека лучше, поэтому он, видимо, полагал, что я это могу сделать так, как он себе представлял эту Катерину. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Ремейк? Нет, я не видела. Есть ремейк. Вы не знаете о том, что есть ремейк на первую ленту Владимира Меньшова? Нет. Владимир Меньшов-то сам знает о том, что есть ремейк? К сожалению, знаю. В двух словах скажу, в чем там ровно. Если у нас розыгрыш был, что они учительницу развели на тему, что контрольный не должно быть сегодня контрольный, то там выкладывают в интернет, что учительница, ну, едва ли не проститутка. Враги сейчас используют любую возможность, чтобы растлить нашу молодежь. То есть фильм не понравился? Не то слово. Вы три года были... У нас термин такого нет, в Америке говорят, он the break, ну, вот, в разрыве. Понятно, что вот в течение этих трех лет, ну, с кем-то встречались, какие-то были увлечения. Ну, что ты расстраиваешься, Люсьен? Три года ты не строг, понял? Потом рассказали друг другу, когда снова сошлись, что вот была такая история. Или нет. Или вот просто по умолчанию вот сошлись снова, и как будто ничего и не было. Ну, я бы ее и не просил, если бы кто-нибудь был. А, вот так вот. Понятно. А она мне просила. Натворил дело и сам весь избился, я же вижу. А вы рассказали? А там рассказывать ничего не надо было, там было очевидно. Да, мы все знали эту женщину, с которой папа был связан, и я ее хорошо знала, она мне очень нравилась. И как-то, собственно говоря, в этом не было никакой тайны. Когда мы обратно стали вместе жить, и Юля увидела у нас в одной кровати. Вот теперь папа будет жить с нами, сказала мама. Она сказала, а как же у Оля? Правда? Правда? А сколько лет было? Мне? Да. В школу пошла она. В школу пошла 7 лет. Справедливо было. Я была очень... В школу пошла. Мне было 7 лет. Ты пришел меня провожать в школу. А, да. 1 сентября. И уже была одна странность, которую приметил мой цепкий детский глаз, потому что ты был почему-то в бабушкином свитере. Вот это у меня для выхода. Так, повесь обратно. А теперь я понимаю, что, видимо, ты ночевал у нас в эту ночь, а приехал, наверное, в рубашечке. А поутру было прохладно, надо было меня везти. Всем бабушкин свитер дали. Он был такой мочевый, это было не очень приметно, ну что он мужской или не мужской. Но этот вопрос я свой тоже помню. Это не чистая и правда. Никакого бабушкина свитера. В бабушкином свитере. Я спросила, говорю, а почему папа в бабушкином свитере? Это мне тоже. Что будет с Олей? И почему папа в бабушкином свитере? Этим вопросом она три года потом занималась. Нет, может, у нас что-то и было раньше. Но с этого дня нет. Теперь я люблю только вас, мадам. Удивительно, мы несколько лет с вами назад разговаривали, вспоминали вашу маму, бабушку, соответственно. И мне казалось, что она была достаточно жестким человеком в плане каких-то ограничений, в плане того, что вас на завод отправила из театра. При этом вы просто ее любили как дочь обласканная совершенно. Я даже знаю, вам какие-то вкусняшки не позволяли отведать. Потому что это бабушка. Обидно было ребенку-то? Нет, не было обидно, потому что была расставлена система приоритетов. Потому что бабушка свою жизнь уже прожила. Жизнь была очень тяжелая. И у нее в жизни было очень мало радости. Твоя жизнь начинается, твоя жизнь впереди. Твоя жизнь в гораздо более благополучных обстоятельствах. И поэтому ты еще эту конфету съешь и не раз. А она, возможно, ее съест сейчас... Мне казалось, что у вас тоже, мне казалось, тяжелая жизнь была и есть. Ну, знаете, детство не бывает тяжелым. Воспоминания всегда самые замечательные. Только вы оглядываясь назад и сравнивая, разумеется, там, скажем, Владимир Владимирович говорит, что ему в детстве дали шоколад. И он вышел и хвастался там, где-то во дворе, что он шоколад ест. А у меня не было даже конфет. Витя, не надо так торопиться. И потом для рыбы есть специальный нож. Я же обык, какой. Остолок, все утро тебя учила. Что подумают про тебя наши гости? И там, где мы жили на трамвайной... За что получил? Получил, да, по шиям за это. Но у нас на трамвайной остановке была женщина, которая торговала конфетами рядом с моим домом. И я с ней очень подружилась в надежде, что она, может быть, меня угостит конфеткой. А она никак не догадывалась. Она думала, что я с ней просто так дружу. И однажды, когда она отвернулась, я конфетку у нее украла. Я бежала и больше никогда с ней не дружила. Потому что мне казалось, что она заметила из этого огромного... Знаете, совком набирают, значит, там, в кулечек. И дальше я, когда пробегала мимо, она мне говорила, Верочка, почему же ты мимо меня теперь бежишь? Мы же с тобой так дружили. У меня уши были красные. Мне казалось, какой кошмар, какой кошмар. И вот вспоминаю это, я, конечно, понимаю, что, конечно, видимо, это, глядя со стороны, ты понимаешь, что да, Кань, бедный ребенок, вот он был лишен сладкого. Может быть, и ничего? Потому что сладкое, которое я приносила в дом, мы прятали. И Юля находила в любом месте, где это было спрятано, и сладкого ела очень много. Так что, может, и ничего, чтобы было так трудно. Ну, вы их на... воровали у мамы деньги на мороженое. То есть вы просто рецидивист такой малолей. Я стащила. Когда-то мне открыли глаза на тебя, там, смотри. Как же в жизни? А на воровке я, может быть? Да, я там кое-что, конечно, скрыл. У меня кое-что пропадает. Да, вот. Если пропал рубль, то это мне и на мороженое. Это точно. Да. И конфетки, думаешь, куда пропадают до сих пор в доме? Нет, конфетки я уже знаю. Ну, вы знаете, было достаточно маминых слез однажды, чтобы это прекратилось. Сейчас дважды я ее у нее стащила по рублю. И когда она на вторую, а денег было так мало, что, конечно, рубль это было заметно. Она ведь плакала не потому, что я стащила, а потому, что она не могла мне купить мороженое. Да. Но я это сразу поняла, что она плачет именно из-за этого. И все, больше-то, конечно, никогда не было. Мне ничего не надо. Я вам обещаю, что никогда ни о чем вас просить не буду. Удивительная история, да, что Валентин... Михалыч. Михалыч, и у вас, Валентина Михалыча, папа, и у вас. Когда вы это выяснили, вы же никогда познакомились с студентами. Начали с того, кстати, моему папу зовут Валентина Михалыча. То есть это же в какой-то момент выяснилось. Либо не смогу помнить. Сначала мы ответили, что мы был бы Валентинович. Так, ну это понятно. И что это знак судьбы. Это судьба. Я это знаю. И ты это знаешь. Он долго настаивал на том, что это знак судьбы. Я сопротивлялась, но когда выяснил, что еще и Михалыч... Вы поняли, что вот это вот, это оно. Я быстренько проверил, мы не можем ли мы быть братом и сестром. Вроде нет. Это не совпало. Хотя, в общем... Близко. Близко, да, там... Архангельск, Север. Проходили, да. По-соседски, да, так. Рядышком. Там не было никакого хобыча. Вы помните вообще, когда вы первый раз увидели любовь в своей жизни? Помню. Расскажи. Лаконично. Лаконично. Помню, но вспоминать не хочется. Помню, но не раскодробно. Расскажи, как это было. Замечательно, извините, что перебил. Она была, можно сказать, писаная русская красавица. Она и осталась. У слова была. Оскорбительно, конечно. Я добавляю подробность, которая меняет тебя в моих глазах, с длинной русой косой, которую она на первом же курсе, по-моему, отрезала. На втором. И покрасилась в рыжий цвет. Случайно. Потому что я попросила в медный цвет меня покрасить. Я думала, что медный, это бронзовый. И когда он меня покрасил, это был старый еврей, который... Я сказала, что вы мне сделали, как же вы меня покрасили? Он достал медный пятак и сказал, это ме. Так что ты хочешь, девочка? Он меня покрасил в этот цвет. И таким образом я ходила, у меня вылезли все яснушки, которых не было. Вылезли. Я проходила так. Больше я, надо сказать, не стриглась никогда до Москвы. Короче, она отмахнула себе эту косу. Но я даже не смотрел... Не посоветовываешь? Не смотрел, какой там, или чем сильно разочаровала. Но все равно не окончательно разочаровала я. Я не заметила разочарования. Я так понимаю, что вы сперва, ну, как бы, дружили. В какой момент вы поняли, что подкатывает конкретно человек? Дружили, дружили, потом целоваться стали. Подойди к тете и поцелуй ее. Тетя Тамара очень... Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире. Лучшая работа в мире.